А в Италии сильные дожди и штормовой ветер привели к гибели по меньшей мере девяти человек. Людей задавило поваленными деревьями и рухнувшими металлическими конструкциями. Повреждены линии электропередачи, без света остаются десятки тысяч домов, парализовано дорожное движение, закрыты школы и госучреждения. В Риме затоплены улицы и станции метро, закрытые для посещения Колизеи, Римский форум, Латинский холм. А Венеция из города на воде превратилась в город под водой. Их уровень поднялся на полтора метра. Это рекордный показатель за последние 10 лет. Сейчас мы со спасателями и полицейскими эвакуируем людей с площади Сан-Марко. Чтобы избежать нечестных случаев, мы закрываем площадь в соседней улице минимум на ближайшие 2-3 часа. От проливных дождей и штормов сейчас страдают жители Австрии и Хорватии. На французской Корсике разрушено несколько домов, дороги перекрыты поваленными деревьями. А в Испании до сих пор не растаял выпавший выходной снег. Для испанцев это настоящее испытание.